Этот почтовый ящик необычен не только своим сказочным видом, но и наполнением. Именно сюда в течение ноября и декабря жители Одинцовского района смогут опустить свои письма, адресованные Деду Морозу. Открытие почты знаменитого дедушки приурочили к его дню рождения. 18 ноября в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха собрались ребята, решившие поздравить новогоднего сказочника и загадать желание. Я загадала, чтобы на лыжной роли на трассе все стало лучше, чтобы площадка стала более интереснее, чтобы мастер-классы проводились каждый день. И это все в твоем письме? Да. Ну, для себя что-нибудь попросила? Нет. Что же ты загадала, что же там в письме? Чтобы Дед Мороз мне принес хомячка. Волшебную палочку. Еще, ну, чтобы Дед Мороз ушел в гости. День рождения Деда Мороза проходил по всем законам жанра. Вначале приветствие гостей, организованное Снегурочкой. После – танцы, музыка, улыбки. А затем Добрый Дедушка лично поприветствовал всех участников торжества. Это стало возможным благодаря современным технологиям. Волга, ну-ка скажите, сколько Дедушке лет? Кто знает? Дедушка! Дедушка! Основной задачей для написания письма является креатив. Необычное письмо, интересное. Может быть, даже по тексту как-то оно зазвучало, было трогательным, волнительным. Не просто ребенок что-то попросил, а чтобы от души что-то шло необычное. Ну и, конечно, оформление его. Написать письмо Деду Морозу с новогодним желанием можно было здесь же, в парке. Каждое обращение красочно оформлялось. Специально для этого подготовили фломастеры, стразы, цветную бумагу. Свои письма ребята украшали от души. Я тут нарисовал Деда Мороза, елку, и всякие бриллианты сверху наклеивал, чтобы красиво было. Почта Деда Мороза будет работать в Яденцовском парке культуры, спорта и отдыха до 22 декабря. К этому времени определят три самых интересных и творчески оформленных письма. Победители ждут подарки, а остальных авторов – исполнение желаний. Организаторы почты Деда Мороза обещают, каждое детское письмо будет доставлено волшебнику. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова